сегодня я вам хочу показать что я делаю секр и поймал карпа на 5 килограммов и ну нем к нам полтора икры сколько возможно было и промыл пленку убрал грубую жир убрал и вот это что получилось многие рыбаки я вас спрашиваю они или просто жарят на сковородке или выбрасывают есть такие я вам покажу один рецепт это нам подсказал подсказала на нем к румынского расхождения вначале икру протираем на мелком ситечке пленочка остается и туда падает только чистая икра разницы нет а какая икра карповая это карповая карповая лещовая карасева и она вся получается одинаково хорошо ну какая-то вкуснее чуть какая-то чуть похуже с хищника вообще превосходно и вот у нас с весны по осень практически всегда на завтрак икра очень прекрасный завтрак с хлебушком особенно кто много работает тяжело работает кто спортом занимается это стопроцентный протеин белок вот так вот протираем икру желательно свежую делать мы собирали с нескольких рыбалок чтобы и сразу за одним делать следующий этап приготовления икры ставим кастрюлю вода закипает и делаем паровую баню здесь примерно литра полтора икры и точного рецепта нету мы это делаем на вкус добавляем две ложки три ложки соли и размешиваем она хорошо размешалась икру нужно почаще мешать чтобы она не пригорела когда икра будет почти готовая попробуем может надо будет соль еще добавить рецепт простой и очень хороший рецепт простой икру да Это напоминаю еще раз Это карповая икра, можно делать также лещовую, очень вкусная карасевая Сейчас со временем она приобретет желтоватый цвет По времени тоже не определишь, потому что Больше икры надо, больше как на паровой бане Мало икры, меньше Ну в общем где-то в течение получаса это даже быстрее Видите, она начинает приобретать желтый оттенок Даже быстрее чем я сегодня предполагал В прошлый раз мы делали большую кастрюлю Ушло больше времени, так что я думаю в течение максимум 10 минут Будет готово максимум, даже быстрее Какой красивый цвет приобретает желтый Сейчас добавляем 3 ложки подсолнечного масла Все, спасибо И мешаем дальше Немножко Ну, наша икра практически готова Лена, сними пробу Лена, сними пробу Лена, сними пробу Попробовали соли Нормально Каждый должен регулировать персонально Сколько ему надо Мало сольную, чуть больше Меньше Вот икра пробила на такой красивый желтый цвет Прошло минут 15 Наша икра готова Выключаем Икра готова Теперь раскладываем ее по дозам Попробуем Пока она не остынет Закрывать дозы нельзя Чтобы Пойдет пара и будет немножко влажная И в холодильник пока стоять нельзя Как она хорошо остынет Закрывайте, ставьте в холодильник Ну, не знаю Срок хранения Мне кажется, очень длительный Потому что мы когда делаем Пока ее съедим Она стоит 2-3 недели И ничего с ней не случается Все Всем приятного аппетита Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok